Итак, друзья, всем еще раз привет В общем, ребят Блин, помыл мотик И сейчас я в мастерской А сейчас я вообще планировал Быть вообще на дороге и просто Покататься, но, блин Покатушка не удалась, знаете по какой причине, ребят То, что Вот этот баллончик Который я смазываю цепь Он совершенно полный Он чуть-чуть брызнул И все, и дальше он не брызгает В общем, он не рабочий С не смазанной цепкой, ребята Я просто не поеду, вы сами понимаете Цепочка должна быть смазана Она промытанная, но она Не смазанная вообще, блин Так что, бывают вот такие косяки У производителей, да Но, блин, это первый раз у меня за все лето Такой случай первый раз И сейчас Я хочу залить полный бак бензина Потому что, ребята Мотоцикл будет стоять всю зиму Но он будет стоять у меня уже в другом месте Как мы помним, здесь я его перебрал Здесь я его с нуля полностью весь разобрал Это вот полностью прям в ноль Вообще в ноль Каждая деталь была разобрана В том числе, я посмотрел двигатель В общем, абсолютно вообще все Замок зажигания Все пульты Все переключатели Машинки, сцепления, тормозы Абсолютно все Приборная панель Абсолютно все Бензобак Или бензонасос Абсолютно все, ребята Было разобрано Наливаем полный бак бензина Ну, в принципе, ребят Мне это, в принципе, нравится По кайфу, да Пока мотоцикл я менять не собираюсь Потому что меня этот мотоцикл вообще устраивает, ребят Я к нему привык Я с ним уже многое пережил Как вы можете догадываться Потому что довольно-таки Меня хондочка еще спасла Можно так сказать Пока меня все устраивает Абсолютно Так, ну что-то много, что еще Сколько там бензинчиков На зиму нужно лить Абсолютно полный бак В принципе, не только на зиму Ну и, ребята Даже когда у вас мотоцикл На длительной стоянке От недели Ну и больше Особенно, когда вот холода Весна или осень Так, и такой небольшой совет Перед тем, как закрывать Горловину Закрывать вообще люк бензобаком У многих После зимы Вот на вот этой вот части Видите, она у меня чистая Чистый металл Вот У некоторых образуется Такая вот ржавчинка И Чтобы вот этого не было Нужно смазать силиконом Вот эту вот поверхность Можно вот так побрызгать Более уж я занялся этим делом Я вот так вот сделаю все это Ну и, в принципе, ребята, все Такой вот Хайфлаг Или как он Хайфаг Лайфаг 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 Хайфлаг Блин Лав Короче, как-то так, ребят Лайфаг Точно, блин Вот, ребят, смотрите Блин, бензинчик Прямо по красоте Сюда можно еще чуть-чуть брызнуть силикона Если у вас есть Но я постоянно брызгаю После мойки Чуть-чуть так Брызну и все У меня, то есть, замок смазанный Еще несколько советов могу дать По поводу Хранения мотоцикла зимой В гараже Где температура у вас будет Ну, минус 10 Минус 20, да Вот сиденья, ребята Сиденья Советую занести домой Домой Они не занимают много места Просто снимите сиденья И занесите в дом Чтобы обшивка не трескалась Чтобы они были такие Как с завода Сохраняли свой вид всегда Вот два сиденья Снимите Занесите в дом Аккумулятор Это нужно снять 100% Зарядить И чтобы он у нас зимой Хранился в доме Это прям вот даже Не обсуждается Дальше что, ребят Как хранить мотоцикл В каком состоянии На подножке Или на подкате Это спортбайк Здесь центральной подножки нет У кого есть центральная подножка Тут безоговорочно Ставьте на центральную подножку Тем самым вы разгрузите Переднюю вилку И вообще разгрузите подвеску Вот Спортбайк Лучше хранить На боковой подножке Объясняю почему Потому что Если вы поставите на подкат То у вас Вся масса мотоцикла Сместится на переднюю вилку То, что не есть хорошо Сместится она По какой причине Потому что Заднее колесо Приподнимется от земли Оно уже докасаться не будет Соответственно Задняя подвеска Прожмется И весь вес Как мы уже знаем Пойдет Физику Знаем Пойдет Сзади Наперед Сзади Наперед И соответственно Вся нагрузка У вас будет идти на переднюю вилку Что не есть Хорошо Советую Вот так вот На Боковой подножки Это самый оптимальный вариант Ну и дальше Где нам брызгать силиконом В общем Брызгаем силиконом Здесь вы уже поняли Где Можно чуть-чуть Побрызгать В замочек То есть На саму личинку Не на личинку А На сам ключ И маленько поставлять его Чтобы маленечко Смазались Но это так Не обязательно В принципе Но Как говорится Лучше сделать Все-таки У вас мотоцикл Зимой Хранится В гараже В холодном Неотапливаемом Дальше Что Кнопку Двиг-стоп Обязательно Отжать В положении Стоп Потом Что, ребят Сидение Убираем Домой Потом Берем Баллончик Силикона Брызгаем Куда Соответственно Смазываем Цепь Цепь у нас Должна быть Мытая Смазанная Силиконом Мы Брызгаем Вот на резинке Это вот здесь Вот сальник Вот здесь Вот Брызгаем На сальник С левой стороны С правой стороны Вот здесь Сальник Видно Брызгаем На сальник Потом Можно побрызгать На вот эти Вот резиночки Вот Здесь вот Резиночка Идет Направляющая Суппорта Можно чуть-чуть Побрызгать На резинку Дальше Что Идем Сюда Передней Подвески Брызгать Силиконом Обязательно Рекомендую Вот На перьях На рабочую Поверхность Нужно Обязательно Вот так Брызгать На пальцы И вот Знаете Смазать Вот так Обильно Обильно Смазать Все это Дело У меня здесь Вода Маленько Потому что Блин Я не успел Прокатиться Начал Сморосить Дождь И у меня Нет смазки Для цепи Но сейчас Я заведу Компрессор И это Все дело Продую И Подсушу Строительным Феном Да Я отношусь К мотоциклу Так Да Я его Люблю Потому что Он Как говорится Мне подарил Жизнь Можно сказать Так Вот Ребят Дальше Что Ребят Побрызгали Смазали Вот эти Вот поверхности Вот эти Вот сальники В круговую Мы их Смазали Обязательно Суппорт Здесь Ничего Брызгать Не надо Здесь У нас Все Отлично Здесь У нас Все Помыто Все Хорошо Там Никаких Таких Резинок Нет Которые Двигаются Единственное На поршняках Но Это Без Разбора Вы Просто Ничего Не сделаете Без Снятия Суппорта А если Так Вы Побрызгаете То Ребят Как бы Вы У вас Потом Просто По весне Не смоете Вот тут Это Опять Надо Мыть Это Уже Будет Налипать Грязь И так Далее Потому Что Силикон Такая Жирная Поверхность Далее Что Если У вас Ребята Мотоцикл Довольно Старенький Допустим Наш Советский У вас Стоит Руль А не Клипоны Руль У вас Хромированный То Руль Хромированный Вот так же Брызгаете На пальцы Или на тряпочку И смазывайте Силиконом Хром Обязательно Так же Саму вилку Смазывайте Хромом Чтобы Они У вас За зиму Не заржавели И все Детали Которые Блестят Которые Из Железа Их Лучше Смазать Силиконом Ну В принципе Здесь Вот Больше Как Вот Мы Видим Здесь Таких Деталей Нет Обязательно Смажьте Силиконом Клеммы Это Прям В любом Случае Потом Возьмите Небольшую Тряпку Да Вот Например Вот Такая Тряпка Да Вот Пропитайте Ее Маслицем Ну В отработке Там Где-нибудь Пропитайте Да И заткните Выхлопную Трубу Вот Таким Образом Заткните Выхлопную Трубу Чтобы Сюда Не попадала Влага Сырость Весной Она Очень Большая Далее Что Это С Выхлопом Со Впуском Впуск На Хонде Находится Вот Здесь Вот Его В принципе В принципе Здесь Его Можно Не Затыкать Потому Что Чтобы Все Добралось Знаете Тут Такой Большой Короб Чтобы Добралось До Дросселей Это Нужно Через Воздушные Фильтра Все Пройти Есть Два Таких Больших Фильтра Все Пройти Там Просто Нереально Со Впуском Можно вообще Ничего Не Делать Если У вас Мотоцикл Старенький То Желательно Заткнуть Также Впускное Окно То есть Где Подача Воззыва Производится Или Фильтр Или Ребята Ну В принципе Я рекомендую Вот На Ижах Например Объясню По-простому Иж Юпитер Планета Пять Там Восход Или Еще Что-нибудь Просто Затыкайте Где Воздушный Фильтр Гофрочка Идет Вот Приемная Труба Просто Туда Также Тряпочку Засовываете Пропитивное Масло И все И у вас Все сохранится Идеально Далее Что Если У вас Мотоцикл Стоит Уж Такое Условие То Что Когда В гараже Очень Большая Влажность Это Железные Гаражи В них Просто У меня Были Такие Случаи У знакомых После Такой Зимовки У них Мотоцикл Начиная От этих Шестигранчиков И заканчивая Знаете Всеми Соединениями Здесь 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 То что Болты Они Из металла Они Просто Покрываются Такой Ржавчиной Просто Смотреть Как бы Страшно Так что Если у вас Такой Гараж Лучше Побрызгайте На Болтики Обязательно Здесь Здесь Обрызгайте Вот здесь Где переключение Лапка Вот это Шарнирное Соединение Тоже Побрызгайте Ничего Не бойтесь Пусть Лучше У вас Будет Все Смазано Чем У вас Весной Будет Все Ржавое Потом Летом При Мойке Перед Сезоном Вы Это Все Смоете Керхером Без проблем Или Каким Шампунем Потому Что У вас Силикон Будет Как Нанесенный Без Ничего Без Пыли Без Грязи Просто Силикон За зиму У вас Здесь Манжетка Плохая То Сюда Тоже Побрызгайте Маленечко Силиконом Это Прям Обязательно Где Тормозные Машинки Где Ну Вы Поняли Да Вот Здесь Тоже Немножечко Побрызгайте Также Зеркала Здесь Болты Шестигранники Тоже Побрызгайте Ребят Вы Сохраните Первозданный Вид Вам Просто Не нужно Будет Мучиться Летом Перед Сезоном Тратить Время На Уже Не сделайте Так Как Было Раньше Поверьте Мне Я видел Такой Мотоцикл После Зимы В Гараже В Сыром Гараже Это Просто Вообще Жесть Это Просто Жесть Это Просто Ужас Ребят Ужас Цепь Смазать Так Нужно Цепь Нужно Промыть Обязательно Соляркой Керосином И Вообще Смазать Ее Прям Хорошенько На Зиму Если У вас Мотоцикл Стоит В таком Сыром Гараже Это Прям Обязательно Еще Могу Дать Совет Амортизатор У меня Здесь Его В принципе Не Видно У меня Вон Там Если У вас Маленько Конструкция Другая И Вы Видите Шток Заднего Амортизатора Можете Побрызгать На шток Силиконом Это Ничего Не Повредит То есть Ничего Не Испортит Вы Сохраните Этот Шток В первозданном Виде Да Ребята Вот Здесь Тоже Машинка Тормозная Цилиндрик Можно Туда Под резиночку Брызнуть Тоже Маленько Силиконом Если Подлезть Если Не Подлезть То Не Трогайте Дальше Что Итак Про Резину И Зимнее Хранение Тут Народ Два Варианта Первый Вариант Это Ее Побрытать Силиконом И Укутать В цел Афановый Пакет Если Второй Вариант Это Ничего С ней Не Делать Оставить Так Я Придирую Второго Варианта Так Как У меня Литр И Резина Изнашивается Очень Быстро И Ее Постоянно Обновляю И Соответственно Хорошее Сцепление С дорогой Это Есть Ваша Безопасность На Свежей Резине Это Самое Подробное Видео Мотоцикл Как Его Сохранить В Первозданном Виде За Зиму В таком Сыром Гараже Короче Ребят Как То Вот Так Кому Нравится Подписывайтесь На Канал Ставьте Пальцы Вверх Всем Спасибо За Комментарии И За Лайки Ребят Я Вам Очень Благодарен Очень Очень Всем Спасибо Всем Океан Здоровья Ребят Всем Удачи